Добрый день! Приветствую вас на YouTube-канале Гильтек. Меня зовут Шапранова Татьяна, я сертифицированный тренер компании Гильтек и практикующий косметолог. И мы сегодня с вами поговорим об уходе за кожей с акне и пост-акне. Как вы знаете, акне – самое распространенное воспалительное заболевание кожи, которое проявляется открытыми и закрытыми комедонами, а также воспалительными поражениями кожи. По статистике заболевание затрагивает почти все группы населения, независимо от пола и возраста. У 20% людей это заболевание протекает достаточно умеренно, а у остальных в более выраженной форме и может привести к косметическим дефектам. Причинам этого заболевания достаточно много. От хронического стресса и пищевых привычек до серьезных заболеваний желудочно-кишечного таракта, заболеваний в области гинекологии, эндокринологии. Генетический фактор очень часто влияет на эту проблему, а также неразумное использование косметических средств, как декоративных, так и обычных уходовых средств. Лечение акне зависит от степени тяжести, и справиться здесь не всегда получается самостоятельно. Поэтому лучше начать с консультации врача-дерматолога. Если ситуация сложная, то прибегают к медикаментозному лечению лекарствами и совместно с врачами смежных специальностей. Но иногда можно справиться без такой тяжелой артиллерии. Существует два способа лечения – медикаментозное и косметологическое. В обоих случаях назначают средства с антибактериальным, себорегулирующим действием, которые помогают минимализировать выработку кожного сала и избавиться от воспалительного процесса. Косметологическое лечение может включать в себя и аппаратные методики, чистки, химические пилинги и другие процедуры, которые помогают избавиться от воспалений и их последствий. Важно понимать, что лечение акне – это долгий процесс, но он приносит хороший результат – это идеальную гладкую и сияющую кожу без воспалений. Как косметологи, так и дерматологи отмечают важность личной гигиены и домашнего поддерживающего ухода. Как правило, средства домашнего ухода содержат те же активы, что и лечебные, но в других комбинациях и с более низким содержанием актива, так как рассчитаны на длительное применение. Самыми эффективными считаются средства с кислотами, например, салициловой кислотой, миндальной и фруктовыми АХ-кислотами, которые обладают кератолитическим действием, противовоспалительным действием и регулируют уровень PH кожи. Также в косметических средствах, как и в лечебных, можно встретить азолаиновую кислоту и ее производные, например, такие, как азологлицин, которые обладают бактериостатическим действием, нормализуют роговение, регулируют выработку кожного сала и уменьшают окислительный стресс. Также ретинолы и его производные также часто используются в домашнем уходе для кожи с акне и постакне, так как он стабилизирует работу сальных желез, способствует сужению пор и также оказывает противовоспалительный эффект. Домашний уход должен быть направлен не только на противовоспалительные меры, но и на укрепление иммунного статуса кожи, восстановление гидролипидной мантии. Для этого стоит рассматривать средства, содержащие в составе неоцинамид, который оказывает себорегулирующее действие и сосудоукрепляющий эффект. Также противовоспалительные пептиды или, например, пептиды меди. Полисахариды, которые являются не только активными увлажнителями, но и оказывают пробиотический эффект. И, конечно, лизатые бактерии, помогающие восстановить микробиом кожи. У каждого врача-дерматолога и косметолога есть своя схема лечения. А я хотела бы обратить ваше внимание в домашнем уходе, уделять внимание очищению. Для проблемной кожи оно должно быть максимально деликатным и бережным. Например, в средствах Гильтек есть гель, очищающий с ПХ-кислотами, который имеет слабокисный пиаш и деликатно очищает кожу, не пересушивая. Также для тех, кто использует в своих уходах или в лечении ретинол, хотела обратить внимание на гель успокаивающий для умывания. Это идеальный помощник для такой чувствительной кожи. Хорошо очищает кожу, нивелирует раздражение и шелушение. Также хочу обратить внимание на глубокое очищение или регулярное отшелушивание. Это еще один важный этап ухода за кожей сакны и постакны. В домашнем уходе хорошо еженедельно использовать мягкие химические пилинги или энзимные пилинги. Например, энзимная пектиновая маска, которая содержит энзим пектина. Энзимы, как и кислоты, оказывают хорошее кератолитическое действие. Глубоко очищают кожу без раздражения. Следующий этап – тонизация. И в случае жирной проблемной кожи сакны – это один из важнейших этапов домашнего ухода. Среди моих фаворитов в дневном уходе это тоник, матирующий Себа Баланс с коламином и цинком, который способствует длительному матированию кожи в течение дня. И в вечернем уходе – отшелушивающий лосьон с салициловой кислотой 2%, который содержит в составе и салициловую кислоту, и экстракт ивы. Это идеальная пара для кожи с повышенным салоотделением, склонностью к воспалительным процессам. Если говорить о восстановлении барьерной функции кожи и увлажнении, а увлажнение также необходимо для кожи сакны и постакны, то хочу обратить ваше внимание на сыворотку пробиоскин и сыворотку 3D увлажнения. Также можно включить в уход средства, содержащие кислоты и ретинол. Но здесь подбор средств должен быть индивидуален, и не стоит опираться на общие рекомендации, а обратите внимание на наше видео по подбору таких средств. При правильном очищении и применении комплексного ухода снижается вероятность рецидива воспалений и образования следов постакне. И в заключении данного видео хотела бы вам сказать, что не стоит отказываться от применения средств с СПФ, поскольку влияние солнечного света тоже может провоцировать проявление акне и воспалительный процесс. А я хочу вам сказать, что всегда можно найти некомедогенные средства и средства на водной основе. Например, крем-мультипротектор SPF 50+, Oil Free, не содержит масел в своем составе. CC-крем Smart Color, который выпускается в двух оттенках и вполне способен заменить дневной крем. Он некомедогенен, хорошо увлажняет, а также способен скорректировать имеющиеся недостатки при помощи тона. выпускается в двух оттенках, 1 и 2, которые можно смешивать между собой. А на сегодня у нас все. Задавайте вопросы, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и жмите на колокольчик, чтобы увидеть следующее видео.